Когда произойдет конец нынешнего века и второе пришествие Христа? Являются ли наши дни последними? Существует ли достоверный признак, что мы живем в последнее время? Да, все знамения последних дней исполняются в точности. Открыты пять печати апокалипсиса. Всадники под именами «Антихрист», «Война», «Голод», «Смерть» и «Ад» скачут по планете. На земле идет убиение людей за веру в Христа. Готовится открыться шестая печать апокалипсиса, которая приведет к глобальному коллапсу. Но есть один очень важный признак, о котором говорил Иисус Христос, а также пророки, бывшие до Него. Признак, подтверждающий, что наши дни последние, и вскоре произойдет второе пришествие Христа. Это восстановление государственности Израиля в 1948 году. Находясь на земле, Христос предсказал падение Израиля, разрушение Иерусалимского храма и изгнание евреев. В 70-м году нашей эры Иерусалим был разрушен римскими войсками. Израиль прекратил свое существование, а евреи рассеялись по всему миру. Изгнание продолжалось вплоть до наших времен. Иисус сказал, что Иерусалим будет попираем язычниками, пока не окончатся времена язычников. В 1948 году было провозглашено еврейское государство, и Иерусалим перестал принадлежать арабам-палестинцам и стал единой столицей Израиля. Уже в официальном политическом смысле Иерусалим не попираем язычниками. Христос пророчествовал, что когда смоковница, символ Израиля, расцветет, тогда время его пришествия уже близко. Провозглашение в 1948 году государства Израиль и возвращение евреев на родину — это точка отсчета приближения второго пришествия Христа и конца этого века. Иисус говорит, что не пройдет род сей, как все это будет. Что это за род, при жизни которого придет Христос и будет кончина этого мира? Это род, видевших создание государства Израиль. Род — это поколение людей, и, согласно книге Псалмов, продолжительность жизни одного поколения 70-80 лет. Если прибавить 70-80 лет к дате образования государства Израиль, то получается 2018-2028 года. В книге Бытие также написано, да будет продолжительность человеческой жизни 120 лет. Если прибавить 120 лет к дате образования государства Израиль, то получится 2068 год. Мы не пытаемся определить дату конца света, но на основании пророчеств Христа видно, что не пройдет этот род, как все это сбудется. Задумайтесь, все библейские пророчества об изгнании евреев исполнились в точности. Пророчества об их скитаниях приводились в исполнение вплоть до 19 века, но в 20 веке начали исполняться все библейские пророчества о возвращении евреев на родину. Мы живем в исторический момент исполнения самых грандиозных пророчеств о последнем времени. Пророк Иезекииль более чем за две с половиной тысячи лет до исполнения пророчества предсказал, так говорит Господь Бог, «Вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их это всюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их». Подготовка ко второму пришествию Христа, единого царя Израиля, объединила разделенный и разобщенный тысячелетиями народ. Сегодня в Израиле говорят, у нас собрались евреи более ста национальностей. Они продолжают собираться со всего мира, со всех стран, народов и континентов. Невозможно остановить Божий замысел. Пророк Исаия предсказал за 2600 лет до исполнения пророчества. Кто слыхал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Обычно государства возникают в результате длительных исторических процессов. Еврейский народ, пережив родовые муки, провозгласил образование государства в один конкретный день. Новорожденный Израиль пережил самый бурный демографический прирост с 600 тысяч до 1 миллиона 400 тысяч человек за три года. С самого первого дня своего существования Израиль был вынужден обороняться от своих могущественных соседей. К удивлению военных экспертов, ведущих держав, Израиль оказался безусловным победителем во всех войнах на его территории, несмотря на силы противников. Во время шестидневной войны в 1967 году был освобожден Иерусалим. Сбылись слова пророка Иеремии, сказанные за две с половиной тысячи лет до их исполнения. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое». Вековая надежда стала историей. Христос вернется после того, как произойдет предсказанное восстановление. Пророк Осия за 2700 лет предсказал воссоединение народа, которое должно произойти перед возвращением Мессии. «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо Велик День Израиля». Исполнение пророчеств — главное свидетельство, что конец времен совсем близко, и Царство Мессии уже на горизонте. Что делать нам в преддверии этих событий? Нам нужно быть невестой Иисуса Христа, Его Церковью, за которой Он вернется, чтобы взять ее на небеса. Церковь — это не музей, это живые люди, которые рассказывают всему миру добрую весть о Вечном Царе и Его Царстве. Сегодня проверьте себя, вы живые или мертвые? Живые благовествуют миру о грядущем Царе и ждут Его возвращения.